Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, не заведуй богатству, но не жалуйся и в бедности. Юноша, упоминаемый в ныне чтенном Евангелии, недалек был, по-видимому, от Царствия Небесного. Я все заповеди, говорил он Господу Иисусу Христу, сохранил от юности моей, никого не убил, не пролюбодействовал, не крал, не жил свидетельства, чтил Отца и Матерь. Чего еще мне не достает? На столь, видимо, ревностное заявление о своем благочестии юноша получил от Господа такой ответ. Ответ. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах и приходи, следуй за мною. Но расстаться с богатством юноше было очень тяжело. Оно ослепило ему очи, чтобы видеть путь ко спасению, замкнуло уши, чтобы слышать слова жизни. Богатство всецело завладело сердцем его, и он со скорби удалился от Господа, предпочитая свои сокровища, следованию за ним. Матфея, 19 глава, 16-22 стих. Вот, братья, как тяжело богатому наследовать жизнь вечную. По словам Спасителя, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Матфея, 19 глава, 24 стих. «Значит, очень неразумно поступают те из богатых, которые всем сердцем привязываются к богатству. И забывшие все небесное, думают только о том, как бы приумножить свое имение, хотя и неправыми путями неразумные. Они надеются при помощи богатства своего, как бы утвердить вечное пребывание на земле. Оттого и не думают, что, быть может, не доживут они и до завтрашнего дня, что в могилу вместе с собой только одну одежду и несколько ошин от холста, дабы покрыть грешное тело. Но то не обращают внимания, что на страшном суде Христовом богатые и убогие предстанут в равном достоинстве, и каждый прославится или посрамится отдел своих. А у богатого часто, или лучше сказать, почти всегда. Какие дела? Добрые или злые? Делают большую частью бывают беззаконны, злые, низки, погибельные. В самом деле, скажете, скоро ли наживешь богатство честным путем? Не чаще ли видим, что люди богатеют благодаря хитрости, лукавству, обманам, притеснениям и обидам ближнего? Да и те, кои увеличивают стяжания свои, по-видимому, честным путем, как упоминаемый в нынешнем евангельском повествовании, юноша украшает ли себя добрыми делами, так же, как блестящими нарядами? Помышляют ли они о Ваде и Царстве Небесном столько, сколько о насыщении чрева своего? Стараются ли вообще исполнить закон Христов? Есть, конечно, и благочестивые богачи, которые помогают бедным, заботятся об участии сирот, строят и украшают храмы Божии. Но много ли таких? Некромадное ли большинство богачей, подобные евангельскому юноше, настолько прилипляется к земным стяжаниям своим, что оказываются не в силах исполнить заповеди Христовы и удаляются от Господа, предпочитая свои сокровища вечному, жизни вечной. А потому, братья, напрасно мы иногда завидуем богатому человеку, будем чаще вспоминать притчу Господа о богатом и Лазаре, не будем жалеть богатства, но не будем жаловаться и бедности, ведь бедность – это не порог. На том свете никто никогда не будет укорять в бедности, как укоряют на земле. Будь лучший бедным до чести. Аминь. Из проповедей священника Никольского.